Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл лекций. Введение в священное писание Нового Завета. Сегодняшняя тема – богодухновенность Библии как догмат православной церкви. Прежде чем приступить к обсуждению содержания учения о богодухновенности священного писания, то есть обратить внимание на то, какой мы смысл вкладываем, что книги как Ветхого, так и Нового Завета являются богодухновенными, особыми, священными, необходимо указать на важность этого учения. Потому что это учение является обязательным для принятия для всех верующих православных христиан. Здесь мы вплотную подходим к понятию догмата, то есть некой вероучительной истины, которая была сформулирована либо в священном писании, либо и в священном писании, и в каком-то из вероучительных документов Вселенских Соборов. И вот такого рода вероучительные истины являются обязательными для принятия. Конечно же, когда встает вопрос, а где нам посмотреть, откуда узнать догматы, мы, как правило, прежде всего обращаем внимание на некие цареградские символ веры. То есть на символ веры, краткое исповедание православной веры, которое было сформулировано и утверждено на Первом и Втором Вселенских Соборах. И возникает достаточно любопытный эффект, когда мы соотносим символ веры с нашей повседневной жизнью. Потому что, оказывается, многие христиане готовы достаточно легко принять те догматы, которые касаются учения о Боге, то есть в каком-то смысле абстрактных вещей. Многие готовы принять то, что Бог есть Святая Троица. Многие готовы принять то, что Бог посылает своего Сына Единородного в мир, дабы мир спасти, что Сын Божий становится человеком. Но далеко не все при этом принимают те догматы, которые направлены на нашу практическую деятельность. Приведу вначале примеры, которые не касаются напрямую догмата Богодухновенности. Первый догмат о Церкви. Верую во единую святую, соборную и апостольскую Церковь. И, к сожалению, многие не задумываются над тем, что Церковь-то только одна. Единая – это одна. И да, действительно, если Церковь одна, то находящиеся иерархически за ее пределами церковной организации уже в полноте своей Церковью и не являются. Поэтому у нас и есть в православной экклезиологии такие понятия, как раскол и даже ересть, еретическое отделение. И, конечно же, если мы помним об этом догмате, то мы стараемся придерживаться и быть членами именно той Церкви, которую мы считаем истиной. А истинность – это происхождение от апостолов, не только в цепочке рукоположений формального характера, но апостольское преемство – это именно передача живого опыта. Поэтому, конечно же, человек, который не желает применить на себя этот догмат, он будет снисходительно относиться и к расколам, и к еретическим движениям. Но мы, относясь и к расколам, и к еретическим движениям без какого-то внутреннего озлобления, без агрессии, все-таки их не считаем в качестве нашей Церкви. У нас нет евхаристического общения с раскольниками и еретиками. Получается, что применение этого догмата, особенно в тех ситуациях, как, например, сейчас, когда в некоторых странах идет непростая ситуация, даже в православном мире применение в жизни этого догмата требует от человека немалого мужества. Но также и другой есть догмат. Это тоже не догмат о богодухновенности, это догмат о жизни будущего века. Чай воскресения мертвых и жизни будущего века, о котором по какой-то причине многие христиане забывают. И поэтому, когда кто-то из родных или близких предстает пред Господом, мы ведь называем таких людей уснувшие, а по-русски усопшие по-церковно-славянски, то вдруг начинается такая скорбь, которая непозволительна для христиан. Ибо если мы ожидаем, что воскреснут и наши близкие, и наши родственники, если они были верующими, то они предстанут пред Господом и с Господом будут. А именно вот эта жизнь будущего века, это жизнь не просто бесконечная, это не математическое понятие, это вечная жизнь, но жизнь в общении с Богом. То тогда, конечно, мы не будем по слову апостола Павла скорбеть, как те, которые не имеют утешения, как язычники, как люди неверующие. Но получается, что применение этого догмата к себе самому также требует и определенного усилия воли, и определенного богословского понимания. И вот мы приходим к тому, что оказывается, принятие Священного Писания как особого документа, как особого собрания книг, радикально отличающегося от всех прочих человеческих произведений, это есть не просто пожелание в адрес верующих, но это есть догмат православной церкви. Потому что в одном из членов мы читаем «Верую и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с отцем и сыном с поклоняемой славима глаголовшего пророки». Вот здесь, где говорится о Святом Духе, как раз и указано, что Святой Дух говорил через пророков. А именно пророками назывались авторы Священного Писания и Ветхого и Нового Завета в IV веке по Рождестве Христовом, когда составлялся текст Никио-цареградского символа веры. Получается, что для нас с вами вероучение Церкви заключается в том, что эти Писания и Ветхого и Нового Завета не просто продукт человеческой деятельности, не произведение человеческого ума, а да, действие человека, но под руководством Духа Божия. И даже, смотрите, как указано в символе веры, через них говорил Дух Божий, через священных авторов. Получается, что здесь указано, да, не только это написано не столько людьми, сколько написано людьми, но написана Божественная Весть, Божественное Откровение, и написано так при содействии Духа Святаго, дабы не ошибиться в изложении, полученной от Бога Вести. Что же значит применить данный догмат в жизни? А это значит понимать, что есть, конечно, обширный круг христианской литературы, есть обширный круг богослужебной, богословской литературы, но все наше христианское знание и вероучение восходит к тому, что написано в Священном Писании Ветхого и Нового Завета, в канонических книгах. И вот когда мы рассматриваем канонические книги, мы говорим, раз под руководством Духа Божия это написано, значит, священные авторы ни в коем случае не имели намерения в чем-то читателя обмануть или как-то приукрасить священную историю, но наоборот, излагая все так, как было, они не только дают повествовательную канву, но и Ветхий, и Новый Завет. Авторы книг дают нам еще и оценку с точки зрения того, как на это необходимо посмотреть человеку верующему, что означает тот или иной поступок, что означает поведение или события, связанные с конкретными людьми. И, конечно же, когда мы приступаем к чтению Священного Писания, мы именно так и должны относиться. Обычно литературные приемы, которые приложимы к анализу тех или иных человеческих произведений, уже не работают, потому что очень часто литературные приемы предполагают, что автор или сам заблуждается, или заблуждается невольно, или даже сознательно вводит в заблуждение читателей ради какой-то своей выгоды. Ни первого, ни второго не может быть в случае с авторами священных книг. И поэтому мы принимаем написанное там, как написанное чистыми людьми, с искренним сердцем, но и наше сердце тогда должно быть искренним, чистым и открытым для принятия божественного откровения. Поэтому, конечно же, применение данного догмата в нашей жизни означает, что для нас книги Священного Писания имеют абсолютно исключительный, необычный священный статус, на что, собственно, и указывает их название Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok